Добрый вечер, друзья! Вы на канале Уютное Чаепитие. С вами я, Ирина Резвая. И все тот же день. И как я говорила, что я напьюсь чаю с конфетами. И буду делать котлеты. Может быть, я еще даже блинчиков сделаю. Хотя, не знаю, время уже поздно. Никакого чая с конфетами я не напилась. Хотя мы перед тем, как уехать на дачу, мы Кирюша заказали. Ну, я обычно заказываю там доставку хлеб. Там еще что-то, что дома кончилось, не успели купить. Заказала конфеты Твикс апельсиновый. Вкусные такие. Вчера с дача приехала, чай попила. Очень мне понравилось. Но там печенье. Не все там карамель и орешки и что-то. Там с печеньем. Николай Александрович, ты с нами поздороваешься? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ты что собрала? А я собрала сделать котлетки. Завтра ты же на работу. Он же сегодня на работу не ходил, друзья, из-за этих обстоятельств. А завтра он едет на дачу. Без меня. Потому что мы не уехали. После работы. А ты домой? Ты что, будешь заезжать? Нет. Как это нет? Нет, сразу же. А, там еды? Там еды на валом. Еды на валом. Ключи? У тебя есть. Это я, друзья, меня сейчас спрашиваю. Не подумайте, что там специально на видео, чтобы мне не забыть. Завтра с работы прямо хочет уехать. Да. У вас что, завтра короткий день, что ли? Почему? Бусеныш. Иди сюда с бусенышом. Бусеныш. Она что-то была у нас какие-то два дня, хоть и Кирюша был все время дома, вроде бы ее никто не бросил, но она как-то на нас обиделась немножко, к нам не шла. Только сейчас вечером она вот стала, тут Коля стал какое-то что-то ремонтировать, здесь сместитель, да вот этот кранчик у нас, где идет фильтрованная вода. Она запрыгнула на него и сейчас вот ему такое не дает. Да ты бусеныш-то наш, да ты наш бусеныш. Такая уткнулась. Вот, а я сейчас буду делать котлетки. Так, вот про Твикс я стала говорить, вкусное печенье такое приятное, ну много конечно их не съешь, так-то нужен, конечно. Зачем? Вот, мне котлет-то надо все равно сделать, потому что завтра Коля все равно надо с собой еду наладить. Может заболела она, нет? Бусенка заболела? Может. А у нее нос-то какой? Мокрый. Мокрый носик? Да нет, не должна. Я ей давала ее, это, вкусняшку, молока она только чуть-чуть попила. Не, не должна она заболеть. Бусеныш, да. А она пока я тут в прошлом ролике ругалась, она у меня на плече сидела. Друзья мои, я еще, вот записывая вот это видео, не выпустила то видео, где я такая злая, гневная. Я его выпущу все равно, вы его уже, смотря этот ролик, вы его уже увидели. Видели, вы поняли, да, что кому это видео было послано. Поэтому уж вас-то прошу не обижаться. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что меня понимаете. Ну ладно, я в общем-то успокоилась. Успокоилась. Вы знаете, вот эти обстоятельства, когда что-то происходит, я уже научилась их немножко расценить по-другому. Меня возмущает просто бездействие, а не то, что происходит. Я знаю, что это все наладится. Я знаю, что были худшие времена намного. Поэтому я уже относиться к этому стало совсем по-другому. Наверное, надо было пережить то, что я когда-то переживала раньше, чтобы сейчас уже относиться, не плакать, не, как говорится, не бежать, не кричать. Ну, это я образно. Так, друзья, сейчас я порежу лук. Будем добавлять его в фарш. Это у меня фарш индейки. Я заказала филе индейки, но его не оказалось. И мне привезли филе бедра индейки. Я его перемолола, потому что там немножко жирком. И, в общем, на котлетке это будет самое то. Так, лук я не буду перемалывать ни в блендере, ни на мясорубке. Здесь у меня еще мясо размораживается. Завтра супчик сварим. Так, мелко-мелко его порежу. Сегодня буду добавлять манку. Вкусные котлетки получаются с манкой. Но, конечно, их делать сразу нельзя. Выпекать я имею в виду, жарить. А надо, чтобы немножко они постояли. Ну и, конечно, я буду добавлять яйцо. Ну вот, Коля уедет у меня. Коля у меня уедет. У Кирилла еще пока каникулы. Так что, а я не поеду, потому что есть некоторые обстоятельства у меня. Сходила я, накормила кота, я накормила перед отъездом. На дачу вот первого мы поехали днем. Потом с дачи вот третьего мы приехали. Ну, у него там было много воды, много корма я ему положила. Заехали снова, накормили у него там еще осталось. Убрала у него его кошачий туалет. Ну, что делать? Раз больше некому Насте было обратиться. Ну вот, кота тоже не оставишь на произвол судьбы. Так, завтра снова пойду. Вчера Настя звонила. Я говорю, давай приезжай. Я говорю, потом тут ходить некогда будет. Вот, она говорит, не знаю, может еще там туда заедем, да сюда заедем. Говорю, нет, мы с тобой договаривались. На четыре дня, наверное, где-то четыре-пять дней. Говорю, давай все. Мне тут тоже некогда бродить. Так уж если задержится, то все равно бродить буду. Куда денешься-то? Коты? Не оставишь котов. Так, сейчас, друзья мои, я пойду, загружу снова машинку. И к вам подключусь. Так, сейчас я сюда вобьем два яйца. Так, соль. Чеснока не буду добавлять в этот раз. Сделаю только с луком. С яйцами, с манкой. Перчика черного, может быть, добавлю. Так, 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 перец черный. У меня здесь кефирчик, я его специально не убираю. Молоко. Один кефир я буду пить на ночь. А здесь молоко с кефиром буду делать блины. Но, наверное, знаете чего? Рано утром я их сделаю. Так, перчик. Наверное, да, рано утром. Так, и мне надо что сделать. Мне надо сразу открыть масло новое. Сейчас я его открою. Сразу открою и приготовлю бутылку. Потому что у меня здесь уже его мало. Масло летит очень много. У меня где-то есть, конечно, жир. Надо бы жир перетопить. У меня уже закончился. Я тут жир топила. Ой, меня не видно, друзья мои, извините. Жир топила. Такая маленькая-маленькая была такая шкварка. Вот. Есть у меня еще где-то. Но я в основном использую такой жир на суп. Так, пусть будет. Что у меня здесь еще? Все, теперь у меня... Так, теперь у меня манка. Сыплю на глаз. Я не знаю, сколько это будет. Ну, может, ну, полстаканчика так как-то. Вот так на глаз сыплю. Как-то уже просто знаешь, что на такое количество фарша... Ну, пусть будет, может быть, две трети стаканчика. Как-то так. Ой, у меня знаете чего? Даже еще и фарш-то не весь растаял. Ну, ладно. То, что есть, я сейчас перемелю. Почти, конечно. Ай, как горячо. Ой, горячо, говорю, холодно руке. Ай, как мы раньше полоскали в роднике белье. Зимой-то ладно перчатки оденешь, а летом... Ну, летом тоже иногда одевали перчатки. Они хоть и были, конечно, в дефиците. А у кого были-то одевали. Под низ тоненькие, наверх резиновые. А если голыми руками привыкает рука, и полощешь... А сейчас вообще руки холода не держат нисколько. Нискоречки. А мы с Колей приехали вчера, подогрели гуляш. Потом у меня еще вот картошка в мундирах была порезана на салат. И помните, я вам показывала все в контейнерах. Все подогрели. Поели. Там еще что-то есть в холодильнике. Мы, конечно, больше-то на дачу увезли. Ну, ладно, Коля сейчас на дачу поедет, там все подъест. В общем-то. Так, ну что, пусть... Тает оставшийся вот такой кусочек. Сейчас он быстренько. Я его разломаю. Вот тает. Все перемешаю. И буду делать котлетки. На гарнир, наверное, я сварю рис. А не знаю, у меня Коля картошки-то купил или нет. Ходил в магазин. Наверное, не купил. Или купил. Но я сейчас у него спросить. Что-то не вижу я картошки-то. Яблок привнес. А вот картошки не вижу. Так. Каминчик решила истопить, друзья. Пусть потрескивает, нервы успокаивает. Сейчас котлетки пойду на жарю. Буду сидеть на огонечек смотреть. Так. Ну, вроде все у меня здесь растаяло. Я надела теплые носочки, потому что все равно морозы, а погреба все равно поддувает. Теплые носки, тапки. Так что, друзья мои, не осуждайте. Вот в таком я домашнем виде. Сейчас буду жарить котлеты. Очень много у меня уходит масла. Ой, я, наверное, опять... Сейчас я камеру немножко переделаю. С прошлого раза осталось. Так ее нагнула. Сейчас пожарим котлеток на завтра, чтобы меня Коля с собой взял. Он тоже ведь... Ой. Такой ведь он не пойдет в столовую. Мне любит в столовую ходить. Время, говорит, только теряю от столовой. Так. Крышку я выкидываю, потому что все время пользуюсь. Я вот, Коля, купила в Бристоле таких хороших, вкусных. Так, и мне надо жарить и поперекладывать. Наверное, в маленькую сковородочку буду перекладывать. Потом их чуть-чуть пропарить слегка, совсем слегка крышкой накрыть. Я делаю так сегодня. Если, например, я не делаю так в духовке, эту делаю, ну, вот так. Крышку. Мы еще на даче не украсили облепиху. У нас еще две гирлянды. Мы еще хотим на даче облепиху украсить. Вроде бы и так огней навалом, да? Но все равно хочется, чтобы оно все сверкало, все светилось. Все равно хочется себе праздник делать, правильно? Вот, включу тепленькую. Руки смачиваю. Я не наливаю в тазик водички, чтобы смачивать руки. Редко как тогда, ну, вот редко так делаю. Потому что здесь рядышком кран. Главное, чтобы вода не попадала в масло. Кран с водой рядышком. Пусть чуть-чуть подтекает. Смачиваю часто, а потом уже отключу. Пока жарится, потом уже отключу. Ну, в данный момент, конечно, холодную эту воду я отставлю. Так. Вообще вкусные котлеты из индейки получаются. Ничего туда я не кладу лишнего. Не картошки. В свиноговяжий фарш я картофель кладу, сырой. И то не всегда. Как-то. Колешка у меня... Я записываю. Так ты чего? Ты пиши, пиши. А ты свеклу-то куда? Холодильник? Коля, у меня свекла питается. Да. Потому что ничем меня не кормят больше. Давай, давай, пожалуйста. Только свеклой. Еще как? И черным хлебом. Еще как? Еще чем тебя кормят? Черным хлебом только. И свеклой. И свеклой. Гуляш вон, Коль. Гуляш. Да. Я не течу. Вот так вот. Уже прилипает. Вот так. Давай, пожалуйся еще. Давай, пожалуйся. Ничем меня не кормят. Только свеклой. Правильно. Теперь холодильник только подавай, да? Нету больше всего. Холодца нету. На Рождество, если только сварить. Или ты уже его наелся? Не знаю, друзья мои, поеду я к нему или нет. Короче, сейчас расскажу, какая переправа. По какой переправе мы шли. Потому что мне что-то было не до этого. Рассказываю. Сейчас сделаю на мелкий огонь. Ну, такой, средненький. И вам расскажу. В общем, с дачи нас забрал Анатолий, с которым ходят все время ездить на льбалку. Довез нас до переправы. Спросил, на какую переправу вас высадить. Там же есть поближе, если мы с дачи едем, например, да? Переправа. А есть там, где вот он живет. Не автомобильная. В общем, кто не знает, даже рассказывать не буду. То есть три переправы. Одна автомобильная и три пешеходные с автомобильной переправой. И еще на двух лесозаводах. Там убывшая переправа повез нас на 23-й. И я себе вообще все по-другому представляла. Мне почему-то показалось, что где мы... Вот я вам показывала переправу, на машине переправляемся. Я почему-то думала, что там через всю речку идут переправы как мостки. И мне показалось, что все выслано, сделано эта переправа. Я, наверное, видела только начало, что ли. А оказывается, мосточки идут. Коля говорит, они идут на начало переправы. На начало речки идут мосточки, чтобы люди спускались. Потом идут мосточки, где идет русло. Эти мосточки разбираются. А потом снова ставятся, чтобы пароход прошел. И на другой стороне тоже мосточки. Я внимания не обратила. В следующий раз поедем, вот как машину сделают, поедем. Я посмотрю обязательно. Но я почему-то себе представляла по-другому эту переправу. Потому что где мы переправляемся на машине, она вот прямо рядышком тоже так же идет. Там речка-то узкая. И перебежать, в общем-то, эту переправу до 2 минутки. Ну, я представляла, что и на 23-м такая же переправа. Мы приехали. Мы дошли до того места, где раньше там пристают лодки, теплоход. Я смотрю, мы так спускаемся по мосточкам. И я смотрю, вдоль идет длинная-длинная тропинка. Длинная. Впереди нас идет женщина. Я рассказываю про переправу. Вдоль этой тропинки я вижу, что идут фонари. Но пока мы еще попали, еще было светло. Коля говорит, они, естественно, тут светят эти фонари, чтобы люди ходили. Потому что люди ходят чуть ли не до самой ночи. И так далеко. Мы даже на пароходе столько не плывем. Какая она, вот как-то так она сделана, интересно. Или мне так показалось. И она идет все по реке, и никаких нет мосточка. Просто стоят столбы с освещением. Потом, где русло, идут тоже такие мостки. Аккуратненько надо перейти. Я говорю, Коль, а мы что, по речке что ли идем? Он говорит, да. Я говорю, а тут что они сделаны? Я-то думала так же, как автомобильные, специально такие мостки ставят. Все оборудовано у меня представлялось вот такое. А оказывается, нет. Люди ходят спокойно по речке. Вот потом через это русло переходят. По мосточкам, которые периодически убирают. Там стоит тоже будка на середине реки. Ну, люди, которые, видимо, там работают на то время, когда убираются мосточки, стоит будка железная. И еще до начала реки, вернее, на другом тоже конце реки, тоже идут мосточки. Мороз такой. 29, что ли, градусов было. Мороз. Хорошо я в шубе, в этой теплой. Я ее хаяла, эту шубу-то, да, что я... Ой, я ее не одену, не одену. А морозы-то как ударили, мне так хорошо в этой шубе. Тепло. В общем-то, я тут вся закуталась, здесь тепло. Я говорю, Боже мой. А там, почему мы на эту переправу пошли? И там сразу же переходишь, и 65-й автобус приходит и ведет там, так-то, на двух автобусах. В общем, хорошо. Этот автобус нам нравится. Он довезет до той остановки, которую нам надо. И мы пересаживаемся и снова едем уже вот до дома, до Русаново. Я иду, иду. Я говорю, Господи, если бы я знала, что идти надо по речке. Он говорит, ну и что, где бы ты пошла? А там другая переправа, где вот 26-й лесозавод. Так, там, наверное, тоже там узкая речка. Я не знаю, как там переправа идет. Тоже, что ли, она так наискосок. У Коли что-то я не спросила. Сейчас он там в комнату ушел, не спрошу. Ну, то есть, вот хорошо, мы пошли днем. Ну, вечером опять же освещение. Ну, вот одна я не пойду. Одной мне уже как-то жутко. А идут люди, и главное, идут не только по этой, значит, по этой тропинке. Там еще идут. С другой стороны, где с остановки напрямки сделана тропинка. В общем, люди по речке вообще не боятся ходить. Вообще. Но мы на Краснофлотском жили, мы тоже не боялись. А на Краснофлотском там такая переправа-то. Ну, там не переправа, там тропинка. Люди сами там ходят. В общем-то, несанкционированная переправа. Ну, там пароходы не ходят, там не страшно. Но все равно по речке... Ой, а зачем я взяла тарелочку? Сейчас я переможу эту сковороду. Так что вот. Далеконько, в общем-то, идти надо. Так, сейчас, друзья мои, что я сделала? Я сейчас поставлю на этажаить. Что-то я вся запуталась. Я уже забыла, как готовить-то. Когда я последний раз готовила? Когда я готовила 31-го числа, потом все готовое ели. О, как хорошо расслабилась. Чем хороши праздники? Да, ничего делать не надо, только разогревай. Вот, а, конечно, когда машинка-то есть под боком, так больно хорошо. Ты на автомобильной переправе переправился, и все. А, насчет Деда Мороза. Мне срахангельская женщина написала, что я всех обманула, что это якобы... Может быть, она имела в виду, что я подстроила это все? Нет, друзья мои. На самом деле, мы едем. Был Анатолий, его зять ехал. Вот мы с Колей. Ну, он, зять с ним тут решил просто прокатиться. Мы сначала издалека, там же такой поворот. Мы сначала издалека. Я говорю, Коль, мы же на заднем сиденье. Я говорю, такое чувство, что там кто-то как на печке едет. А мы же едем-то быстрее. Мы же на УАЗике. Они на мотособаке. А мужчины как-то внимания-то не обратили, потому что уже был поворот. Или они откуда-то из поворота выехали. Я говорю, ну-ка, сейчас хоть проедешь, посмотрим. И Анатолий проезжает. Я смотрю так в окошко. Дед Мороз, Снегурочка, вот эта собака. И они вот на этой мотособаке, а Дед Мороз на самой мотособаке, Снегурочка с собакой в санях. Я говорю, Анатолий, а я сначала это не сообразила. Мы проехали, а потом говорю, Анатолий, остановись. Остановись, говорю, мне это надо обязательно снять. Просто даже для истории это снять. Но мы проехали чуть-чуть подальше, потому что они же тоже на скорости как бы, да, быстро нас догонят. Вот Анатолий подальше проехал. Потом мы остановились и вот уже ждали, когда они подъехали. Конечно, видно, что Дед Мороз, да, с таким голосом, видимо, выступал, может быть, где-то мужчина, да, у него он такой в образе, в образе, да, видит, что мы взрослые люди, и то к нам, как к детям. Так вы знаете, вот настолько меня впечатлила вот эта встреча, что вот эти даже конфетки, которые Дед Мороз нам подарил, всем по три конфетки дал, да, я съела конфетку, вторую, с таким сожалению, уже вот когда ехали обратно, в автобусе съела. Третью, говорю, Коля, буду ее хранить, эту как талисман, наверное, Коля так поглядел на меня. Вот настолько это оказалось таким сказочным, таким впечатляющим. Нет, друзья, это не наигранно, это на самом деле, вот поверьте вам, серьезно говорю, видимо, они с 14-го поехали, может, детишек поздравлять, но у них опять же в сумке, а может быть, обратно ехали, уже поздравили, потому что у них в сумке, это там, ну, неполный этот пакет был с подарками, видимо, уже поздравили, съездили. Вот какая все-таки, да, любовь к детям, вообще, ну, нет слов передать, что вот люди все-таки стараются, представьте, не на машине, мороз, мороз, тридцатка, а они вот на этой мотособаке, это, конечно, молодцы, вообще. Я сегодня ей Кирюшке показала, я говорю, Криелу, говорю, ты посмотри, сегодня я им показала, это или вчера, ну, не что важно, я говорю, мы увидели, говорю, Деда Мороза, что прямо настоящего, я говорю, а вот настоящего, представляете, это запомнишь, это, ну-ка, ты, я не видела, чтобы вот так просто ехать и встретить, это большая удача, да, вот так вот встретить Деда Мороза. Я, конечно, не, никакая не суеверная, ничего, но все равно, мне кажется, как будто на счастье на какое-то, вот правда. Поэтому, нет, никого я не обманывала, в городе, конечно, не пожалуйста, хоть ты где увидишь, а тут накатый на лесной дороге, где-то увидишь его. Машин ходит, мало первого числа, мы же первого поехали. Так, не мешает здесь вода, надеюсь, друзья, я воду не отключаю, потому что, кто его знает. Так, ну что, здесь у меня котлеты, я сейчас включаю, еще сделаю, наверное, спагетти, сделаю, ну да, смотрю, спагетти, у меня здесь вода с солью, думала, каши рисовой сделать, но у меня рис такой для молочной каши, потому что круглый рис я на гарнир не варю, я делаю только на блинчике с мясом. Вот, кстати, мне надо, сейчас, я это пока уберу, потому что звук такой не особо нормальный. Это я пока сюда уберу, потом и полосну, когда отключусь. Мне надо сейчас вынуть мясо, мне нужно сделать тушенки, надо сделать тушенки, только ряжи, у меня все закончилось. Спать уже хочу, время 8 часов, я уже хочу спать, режим немного сбился, надо вставать, конечно, ну мы и так рано встаем, друзья, мы встаем рано, надо ложиться, привыкать пораньше. Мы как-то раньше всегда ложились 10 часов. Я помню, даже в Каргополе я с детьми, мы всегда ложились спать рано. В 11, в 12, это была уже, была уже поздняя ночь, а сейчас вот так засидишься, то фильм какой-нибудь, то в телефоне. Котлетки я ничем не отваливаю, просто влажными руками сформирую, они не разваливаются, манка разбухла, если, например, фарш у вас полностью вот разморожен, у меня видели, там еще кусочек был, полностью размороженный фарш, на килограмм, 2-3 стакана манки, лук, можете добавить, чеснок, можете еще что-то, все что угодно, добавить, два яйца, все это перемешать, манка должна разбухнуть, постоять хотя бы, ну минут 20, она должна постоять, потому что, если сейчас сразу будете делать, вот как-то оно не то, и ничем не обваливая, вон, пожалуйста, котлетки получаются, вон, посмотрите, замечательные котлеточки, они и на вкус будут очень вкусные, Килюха такие котлетки любит, Коля не любит растребки, ему растребки как-то не особо заходят, конечно, он их будет есть, если я их приготовлю, но они все же тоже одни растребочки, вот так вот, а тут вот из индейки нормально, можно такие же, конечно, котлетки еще делать из свинины, говядины, у меня, например, вот моя приятельница, она делает котлеты, ой, она делает еще и сырники, она добавляет манку даже в сырники, а я как-то попробовала добавить манку в творог, у меня не получились они, я не люблю, я беру обезжиренный, либо 5% творог, и уже делаю сырники, я очень давно не делала, потому что Кирилл творог ест просто так, либо с бананами он ест, давно я сырников не делала, хочется вообще чего-нибудь такого, говорю, сегодня очень захотелось блинов, сейчас уж пока вот ролики вам записала, рассказала с вами, поделилась, пока то да все, завтра уже с блинами, с блинами разберусь, тем более завтра я еще буду варить, вот мясо на суп, у меня тут косточка, я это мясо с косточки очищу, ну что мясо мы как-то в супе не особо едим, перемелю, сделаю рисовую кашу, ну добавлю вернее рис, и еще сделаю несколько блинчиков с мясом, а Коля у меня уедет, я не знаю, может быть, я наверное, знаете что, друзья, что я сделаю, я наверное, сделаю сегодня это вечером, у меня еще будет время, возможно, утром я еще успею, Коля с собой, сделать блинок, там к чаю, еще конечно есть печенье, на даче, все равно на даче хочется чего-то к чаю, Анатолий нас все подкармливает, ну этим малиновым вареньем, Лариса, если ты меня смотришь, огромное спасибо тебе за носочки, вот вообще они там, прям к тему, они мне как раз, настолько они теплые, ты их вот трогаешь, они такие как будто как тоненькие, вот не такие толстые, как эти, а там по-моему она тоже сказала, вот Лариса мне сказала, что они натуральные, ну они очень теплые, их одеваешь, и прям ноге сразу тепло, комфортно, спасибо огромное, друзья Лариса еще вяжет носочки Коля на день рождения, Коля пока об этом, кто еще не знает, в общем, потом там еще кое-кто мне вяжет носочки, я пока говорить не буду, пока не увижу, ничего заранее говорить не буду, потом похвастаюсь, но это не мне, не мне, об этом мы потом поговорим, так, ну что, у меня здесь уже котлеточки готовы, и что я сделаю, я сейчас, есть у меня вода тут есть, есть кипяченая вода, я сейчас их в сковородочку перекладываю, а пусть еще чуть-чуть поджарятся, еще немножечко, пусть поджарятся, сегодня прочитала, ну, я вообще жесть Архангельская редко читаю, я читаю по необходимости, и то не сама захожу на эту страничку ВКонтакте, а, например, если что-то вот случается, такие вот у нас казусы, давайте так назовем, у меня соседка все скидывает, какие там новости, что пишут люди, и только тогда я читаю эту жесть, а выше не захожу, там очень много пишут, а так как я читала вот новости по поводу всей вот этой воды, там еще есть другие новости, я прочитала, что волк напал на человека с собакой, не помню, я не помню, это был мужчина или женщина, в общем, с собакой кто-то гулял, и волк напал на собаку, схватил за шею собаку, хорошо был плотный ошейник, а как волка оторвали от собака, может там, надо, в общем, найти, прочитать, может быть, я сейчас вам и найду, сейчас, друзья, побежала за телефон, потом думаю, дай-ка я сначала с таблетками разделаюсь, потом вам найду, волки, это, конечно, страшно, я вот не знаю, у нас бывают они или нет, к Мисе-то туда, на Юра с Мишей говорил, что волки захаживали, вот на дачные эти поселки, а я не знаю, у нас там есть, я у Коли как спрошу, я говорю, Коля, а вдруг волки, он, да какие волки, ну все, какие волки, там не видали, по-моему, ни волков, ни лист, не видали, не знаю, тоже так опасно, да, там же тоже река, а за рекой идет лес, вот эти бары, тоже, кто его знает, так, ну что, теперь я наливаю немножечко водички, и чуть-чуть совсем их пропарю, совсем прям чуть-чуть воды, сейчас водичка закипит, газ убавлю, пропарю немножечко, и все, сейчас принесу телефон, вот, друзья, запись, так, это было, сегодня в 6.45 опубликовали, волк напал на человека с собакой, около сот черемушки, ну, тут неподалеку от Архангельска, что-то у меня плевая камера такая, я не поняла, ну-ка, а сейчас, вот, кое-как получилось отбиться, пострадала сильно собака, волчара схватил за шею, благо был толстый ошейник, будьте осторожны, предупредите близких, распространите информацию, не знаю, насколько эта информация верна, насколько это правда, конечно, тут поставлена картинка волка, ну, и, конечно же, люди, ерничают кто-то, да, всякие шутки, прибаутки пишут, что, вы что, волка сфотографировали, конечно, тут просто стоит картинка, если кто-то захочет, например, почитать, да, вот из вас, жизнь Архангельска, почитайте, конечно, тут просто на заставку картинку поставили, никакой здесь не волк, вот, и тут правильное, конечно же, идет сообщение, женщина, конечно, с матом написала, но, видимо, тоже возмущается, да, можно догадаться, что в такой мороз, в лесном массиве, в раннее утро, явно не снегурочка выйдет, на жизнь насрать, лишь бы песеля выгулить, вышли на территорию дачи, сделал свои дела, и шуруем домой, гулять они пошли, все верно, либо это кто-то пошутил, но волк схватил собаку за ошейник, не отобьешься, как собака отобьется, я не знаю, страшно, конечно, в такой ситуации оказаться, очень страшно, что может сделать волк в этот момент, вот он собаку схватил, он уже ее не отпустит, не знаю, не буду рассуждать, но то, что тут правильно сообщение написали, что куда ранним утром, или поздним вечером, даже, например, идти гулять, по дачам, я да хоть, например, не пойду, да хоть с собакой, хоть нет, напасть может и леса, может напасть ей, но вообще опасно, вообще опасно, а собаки наши, они что знают-то, они же никакие не бойцовские, они перепугаются, кто на них тут может в городе напасть, или еще что-то, так что, на них коты-то нападают, собаки молчают, в общем, очень страшно, то, что волки, конечно, ходят, они все равно будут ходить, лишь бы не появились они у нас снова в городе, а то и у нас такое тоже бывает, я вам, друзья мои, рассказывала об этом, вот, ну, в городе тоже, вот женщина тоже одна писала, они гуляли вообще по набережной, по набережной, где там, они подошли потом к театру кукол, по-моему, там они на крылечко, быстренько-быстренько забежали, на крыльцо тоже волк гулял, ну, а что, у нас и лось его, он, пожалуйста, у торгового центра Макси бегали, у нас тут всякое было, это прохангельский, так что, медведь по Северодвинску гулял, друзья, бывало и такое, видите, что у нас творится, вот, у нас тут можно, много чего интересного увидеть, так, ну, что, я думаю, что, наверное, тут пропаривать их достаточно, думаю, что достаточно, сейчас я буду разломлю котлетку, посмотрю, но я уже есть не буду, я сейчас выпью кефир, я бы, конечно, котлетку бы съела, но не буду, не буду, потому что будет потом и тяжело самой, нормально, пусть она будет такая разломанная, подостынется, сразу Коле соберу на завтра, так, эти костюльки мне надо, ну, сейчас поменять местами, машинка у меня, ой, мне этот газ там надо, машинка у меня там выжимает, сейчас еще спагетти сварю, и все, ну, если у меня Коля завтра уедет, после работы, буду одна, буду делами заниматься, пельмени у меня кончились, пельмени можно, конечно, поделать, фарш у меня еще есть, заготовок поделать, кто-то мне написал, что делал пельмени, по моему видео, но, нет, делал пельмени в форме, и форма нормальная, но пельмени при варке разварились, вот, я хочу сказать, друзья, пельмени надо варить в широкой емкости, в большой емкости, никогда не варите пельмени в маленькой кастрюльке, но если вы варите, например, ну, штук, может, 30 вы варите, да, там, на семью, варите в большой емкости пельмени, чтобы они не слипались, засыпали, аккуратненько там, перевернули их со дна, потому что бывает, что они прилипают, но это тем, кто, я знаю, что вы умеете варить пельмени, скажете, ты нас учишь, нет, но все равно, кому-то вот опыт может пригодиться, побольше, я даже, когда торгую пельменями, вот я, когда, например, на продажу даю пельмени, я говорю, варите в емкости, не в маленькой, а то много пельменей засыпите, они у вас как каша будут, и вот это тесто, которое идет, знаю, что кто-то не любит на кипятке, кто-то только кушает пельмени на кипятке, тесто, оно не разваривается никогда, оно редко, когда какая-то пельмешка распадется, тем более, если она вот крепко вслеплена, вот в этой форме, поэтому тесто хорошее, именно для, ну, в общем, короче, оно не разваривается, хорошее, Кирюхе нравится тесто, говорит, особенно, говорит, мама, когда ты делаешь тесто побольше, я в этот раз делала немножко, так я делаю, тоненькое такое тесто, а тут я сделаю побольше его, что-то оно у меня такое, крутоватое получалось, наверное, мука такая, и говорит, мне так нравится, вкус теста самого очень, пришлось по душе в этот раз, задыхаюсь немножко, друзья, когда морозы, тяжеловато еще дышать, так, ну что, варю спагетти, все, на этом день мой заканчивается, но завтра уже с утра, буду тогда печь я блинчики, сейчас выну мясо, разморожу все, разморожу, нет, выну мясо, разморожу, это у меня будет натушенка, вот это мясо, я сейчас поставлю варить, оно у меня сварится, ну часа два, часа два, все, сейчас прямо я его наною, оно у меня сварится, даже, наверное, меньше, потому что кусочек небольшой, даже, наверное, меньше, будет вариться, я его еще успели, на мясорубочке, перемолоть, потому что кусочек, мясной такой, как раз во блинчике с мясом пойдет, доставлю варить, пусть варится, ну, сейчас спать не лягу рано, хоть там что говори, я поднем немножечко уснула, пока Коля тут ходил, за всеми этими делами, для разморозки, пока в магазин ходил, да, пока туда-сюда, сходил стекло, ему, я вам говорила, что у нас стекло сломалось еще, сзади на УАЗике, стекло еще получил на ОЗОНИ, но вчера, сегодня отнес, в ремонтную мастерскую, где машина стоит, я этим временем, отдохнула немного, пусть варится, так, ну, так, друзья мои, ну, все, на этом день мой сегодня заканчивается, день насыщенный, в какой-то степени был нервный, я уже успокоилась, слава Богу, что у нас это проходит, слава Богу, что это временные трудности, и слава Богу, есть те, кто поможет в трудную минуту, и те, кто, хоть и далеко, но сочувствует, и помогает своим теплом, поддерживает, комментариями, спасибо вам огромное, друзья мои, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова